Здравствуйте, уважаемые студенты! По плану сегодня у нас третья лабораторная работа по дисциплине теоретические основы теплотехники. Лабораторная работа называется «Тепловой двигатель». Также лабораторный комплекс у нас будет виртуально. Он разработан специалистами Челябинского государственного университета. Помимо лабораторных работ здесь вы можете найти лекционные материалы, тестовые задания для закрепления своих знаний. Ссылка, по которой вы будете работать, будет закружена в системе универ или можете скачать слайды. Установки программы не требуют. Пройдя по ссылке, у вас автоматически откроется лабораторный комплекс. Поэтому дополнительных программных обеспечений не требует. Можете работать в онлайн-режиме. Цель работы – изучение на компьютерной модели работы теплового двигателя. Оборудование. Виртуальная лабораторная установка. Порядок выполнения работы указан в медуказании. Он загружен в системе универ. Отчет вы должны будете сделать, как до этого делали, сохранить его в PDF, скинуть в универ. Также в отчетах должны быть все скрины графиков, расчетов и все графики, рисунки должны будете подписать. В конце отчета должны быть сделаны выводы и ответы на контрольные вопросы. Давайте вспомним, что такое цикл Корно. Состояние микросистемы характеризуется величинами, которые называют термодинамическими параметрами или параметрами состояния. Это у нас давление, объем, температура и другие. Если эти параметры имеют определенные постоянные значения для любой части микросистемы, то ее состояния называются равновесными. На диаграммах состояния P от V, V от T, P от T равноверное состояние изображается точкой. Тепловой машиной или тепловым двигателем называется периодически действующий двигатель, совершающий работу за счет получаемого из вне количества теплоты. Любая тепловая машина состоит из нагревателя, холодильника и рабочего тела. Нагреватель и холодильник представляют собой два тепловые резервуара, имеющие постоянные температуры. Тепловой резервуар с более высокой температурой, T1, называют нагревателем, а с более низкой температурой, T2, холодильником. Если привести в тепловой контакт два тела с разными температурами, то тепло самопроизвольно всегда переходит от тела с большой температурой к более холодному телу. Одна из формировал второго начала клаузиса. В результате происходит выравнивание температур и в системе устанавливается состояние термодинамического равновесия. Процесс перехода тепла от горячего тепла к холодному называется необратимым. Цикл Корно – это у нас круговой обратимый процесс, состоящий из двух изотермических, как показано у нас на схеме, и двух адебатических процессов. Если его проводить достаточно медленно, то все промежуточные состояния можно считать практически равновесными, а сам процесс – квазистатистический. На изображении у нас видны два изотермические расширения. Это у нас 1, 2 и 3, 4. А диабатическое расширение у нас 4, 1 и 2, 3. Теперь приступим к выполнению лабораторной работы. Пройдя по этой ссылке, у вас откроется начальный вид установки. Из чего состоит схема? Тепловой двигатель состоит из рабочего цилиндра, заполненного газом, нагревателя и холодильника. С двигателем соединен электронный термометр. Состояние газа во время работы двигателя отражается на графиках ПВ, ПВ, вот это вот с правой стороны, верхняя первая, и ВАТ, нижняя с правой стороны. И диаграмма, передаваемая ему тепла и отдаваемое им количество теплоты. Внутренней энергии и совершаемой газом работы. Они вот с левой стороны, снизу вот три, как сказать, вот три столбика вот КУ, тепло, внутренняя энергия У и работа газа. Измерение. Что нужно сделать? Определите, сперва нужно, вот первое, определите количество малей газа в камере теплового двигателя, запустите двигатель нажатием «Старт», он будет работать по циклу Корно, определите КПД двигателя разными способами, по полученным данным вычислите приведенное количество теплоты для процесса изотермического расширения и сжатия, а также изменения энтропии при выполнении цикла Корно. Исследуйте работу двигателя по другим циклам, которые зададите сами движением крестика по графику ПАТВ. Нарисуйте замкнутую кривую, желательно простой формы, нажмите «Старт», двигатель придет в движение, определите его КПД и сравните это значение с найденным для цикла Корно. Когда вы начнете измерение, я хочу вам сказать, что вот первый пункт, да, определите количество малей. Нужно ее определить, только потом вы сможете нажать кнопку «Старт». Если вы не определите, то у вас не выйдет кнопка «Старт». Как только вы начнете работать и нажмете «Старт», у вас в правой стороне в графиках уже будет нарисовано вот именно цикл Корно. И в конце работы вам нужно будет рассчитать КПД и проверить ее. Если она сопоставима, тогда вы проходите на следующий этап работы и выполняете следующее задание. И так же, как в лабораторных работах 1 и 2, у вас будет контрольный вопрос, на который нужно будет ответить. Также все работы оформляются в отчете, высылаются, и в конце нужно будет сделать вывод и ответить на контрольные вопросы. Спасибо, жду от вас ваших работ.